Фильм, который сейчас очень нужен обществу. Такую оценку документальной киноленте режиссера Натальи Каноненко «Папа, здравствуй» дал уже не один кинофестиваль. На одном из показов картины, прошедшем в рамках православного фестиваля «Артас» в Сокольниках, побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева. Невероятная история возвращения человека через расставание, через примирение, через веру, через любовь. Исповедь и покаяние, трудное откровение. На такое не каждый решится. Откровение ради спасения других, которые еще не подошли к роковой черте, которых еще можно уберечь. Это короткометражное кино, но оно является, хотя и завершенной, но все-таки частью большого полуметражного проекта. Фильм снимается уже на протяжении четырех лет. Своего героя главного я нашла в сообществе на нем фокаголиков. В общем-то, изначально не было цели снимать человека с такой историей, которая в конечном итоге получилась. Герой фильма – реальный человек с непридуманной историей. Его криминальный путь начался с колонии для несовершеннолетних. Он бывший член преступной группировки. Воровал, грабил, убивал. За плечами несколько осудимостей. Но в какой-то момент пришло прозрение. Андрей смог найти свой путь к Богу. И сейчас живет другой жизнью. Работает в Москве, в строительном бизнесе. Я совершал разные поступки. И сейчас я стараюсь сделать так, чтобы в этот мир пришло больше через меня пользы для других людей. Есть вещи, которые я не смогу исправить никогда. Я не смогу за них ответить никогда. Но это как бы мои взаимоотношения с Богом и опять же с миром. Я стараюсь это отдать. Документальная работа Натальи Каноненко стала еще одной образной интерпретацией евангельской притчи о блудном сыне. Она поразительна своей откровенностью и глубиной покаяния. Сейчас мало фильмов о взаимоотношениях отцов и детей. И эта история, правдивая и искренняя, может помочь кому-то сделать правильный выбор в жизни. За основу у нас взято интервью с героем и с его отцом. То есть на фоне вот этой основной истории притчи «Возвращение блудного сына» у нас еще история с отцом. Потому что во время съемок фильма состоялось это примирение между близкими когда-то друг другу людьми, которые в силу жизненных обстоятельств разошлись и примирились как раз в процессе съемочного процесса. Бог, Он говорит со мной через людей, через обстоятельства жизни, через предложения, которые жизнь дает. Он говорит, я просто держу свою дверь открытую. Ко мне стучатся, я открываю. Меня зовут, я иду. В номинации «Документальное кино» фильм Натальи Каноненко был отмечен наградами на многих фестивалях, включая кинофорум «Золотой Витязь», «Лучезарный ангел», «Радонеж», «Встреча» и других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова